Герои так называемой АТО наконец-то узнали, что значит защищать Нэньку и Порошенко. Родина в очередной раз доказала, что высоко ценит заслуги своих бойцов и своеобразно готова расплатиться за подвиг. На Волыне судят 22 бойцов 51-й отдельной механизированной бригады за то, что они остались живы и предпочли плен, в перспективе разлагаться в виде трупов на обочинах донбасских поселков. В июле прошлого года, спасая собственные жизни, военные перешли украино-российскую границу и попали в плен. Бойцов отпустили домой, но на родине за них взялась военная прокуратура. Сослуживцы говорят, ребята не выдержали напряжения, все они получили по три года условно. Мы не можем в каждом своем жизни, хоть и чем быстрее, чтобы так же все закончилось, повернуться домой. Так что нормально, так же мы поддерживаем связок, нас поддерживают. Все нормально. Эти бойцы пошли на принцип. Большинству из них нет и 30-ти. И они прекрасно знают, что за свое упрямство могут получить 10 лет за решеткой. Обвинение серьезное. Оставили боевые позиции, сдались врагу. О том, что не хватало еды и боеприпасов, прокуратура молчит, равно как и о пребывании в плену. Родители бойцов в недоумении. Вместо того, чтобы их детей назвать героями, солдаты черняют, не позволяя забыть ужас и пережитого. Ну, сколько же можно уже мучить этих хлопцев, что живыми осталось их судить. Я хочу, чтобы уже закрыли эту справу и не мордовали детей. Они уже трошки успокоились, уже забылися от всего и снова начинают по-новому. Чего больше в деле, политики или криминала, затрудняется ответить адвокаты дезертиров. Думали, что в дело мешаются президенты, расставят все точки над «и». Но гарант молчит. Все надежды только на справедливый суд. Правда, его пока перенесли. Обвиняемые пожелали сменить государственных адвокатов на частных. Не доверяют. А новым защитникам необходимо изучить материалы дела до 12 июня. Пока шел процесс, у дверей суда дежурили малочисленные группы поддержки, в основном друзья и родные. А вот волонтеры или товарищи по оружии проигнорировали скандальный процесс и тем самым показали, что поддерживают расправу над трусами и дезертирами из 51-й бригады. СМИ тоже не спешат освещать неудобную тему. Ведь, согласно пропагандистским установкам Киева, уклонистов и дезертиров в армии просто не должно быть. Там все либо киборги, либо терминаторы, бесстрашно уничтожающие тысячи так называемых российских террористов. Продолжение следует...